Здравствуйте! Вот сейчас есть такой жанр, видео, когда человек распаковывает покупки. Говорят, очень популярные жанры, особенно у детей, когда им распаковывают игрушки в видео каком-то. Я видел даже такой материал. Молодой человек вынимает из пакета. Бабушка сходила в магазин, пришла из магазина продовольственного. Вот он разгружает ее пакет, показывает, все рассказывает. Вот банка с рыбными консервами. Что за консервы, он все подробно поясняет. В принципе говоря, в старое время-то поход в магазин был событием, таким вот культурным, и поэтому мне это понятно. Хотя сейчас совсем, конечно, не те времена. Зато у будущего поколения будет замечательный материал, что же люди покупали в магазине. Замечательный материал, на самом деле. Я решил такой вот жанр обновить, создать, я не знаю, я просто плохо знаком с жанром, может, он уже существует. Рассказать, как я провел вчера, фактически, выходной день свой. Выходных дней у меня бывает очень мало. Это такой день, когда не нужно мне никуда ко времени идти, преподавать что-нибудь, экзамены проводить, или на съемки какие-нибудь. А вот так вот сам себе был предоставлен. Пошел, первым делом вот, постригся, да, вот-вот. Как вам нравится или не нравится, да, можете оценить. Но потом мне надо было туда-сюда сходить там, и интересную вещь я увидел. Да, такой небольшой скверик. А в скверике, ну, так сказать, в качестве украшения, из архитектурных малых форм, вот так это называется, использованы валуны. Те самые валуны, что тут у нас остались на Восточноевропейской равнине, после того, как сюда, значит, вполз, а потом обратно уполз ледник. Да, вот, помните, ледниковый период был. Это вот от них остались такие, вот, валуны. Вот он их с собой, так сказать, волок, и они приобрели соответствующую формулу окатную. И вот среди этих валунов был один совершенно необыкновенный. Ну, вылитый обломок блока, вот, знаете, фундаментный бетонно-стеновой блок, ФБС. Во! Фундаментный блок стены. Ну, в общем, понимаете, он, конечно, был не бетонный, это был такой же камень, из которого сделаны валуны, но он имел, в общем-то говоря, более-менее правильную форму, обломок такой гигантский вот этот. И видно, что обломок, видно, что вот места вот эти острые углы окатаны немножко, да, ну, вот, кто его знает. Другой бы человек с хорошей фантазией сразу бы развил бы эту тему, сказал бы, что тут до ледникового периода существовала развитая цивилизация с наступлением ледника, они перенесли свои склады вот этих вот блоков куда-нибудь в Древний Египет. Вот эти пирамиды остались, брошенные склады, неиспользованные, да. Вот, ну, ладно, это шуточка, конечно, моя была, да. А самым ярким событием вчерашнего дня это было посещение кино. Я сходил в кинотеатр, он такой, наш местный кинотеатр, и там второй день шёл фильм, он назывался так, «W.W.I. Первая мировая война». Это альманах, посвящённый Первой мировой войне. «W.W.I.» – это единица римская, а «W.W.W.» – это World War, ну, извините мой английский, да. Мировая война Первая. Вот, вот такой вот был. Значит, позавчера сеанса этого просто не было, а вчера один я пришёл, мне одному показали. Очень часто так бывает, в нашем театре мы вдвоём с моей дочерью сидим, смотрим, как Сталин с Ворошиловым в кинофильме «Ближний круг». Только не хватает этой самой такой красивой вазы с кистями винограда. А это я сидел, как один Ворошилов, без Сталина, такой весь унылый. Ну, и не только без винограда, но и без Сталина. Фильм замечательный. Фильм замечательный тем, что это, так сказать, киноальманах, набор в разных странах сделанных небольших, короткометражных, я бы даже сказал микрометражных, может быть, даже нанометражных киновысказываний, вот на тему Первой мировой войны. Вообще в нашей стране Первая мировая война, она как-то не пользуется популярностью, так уж получилось. В советское время её называли империалистической войной. Не повезло этой войне в этом отношении. А в постсоветское время, вот его вспомнили, да было поздно. Как-то мы ту войну не то, чтобы выиграли, не то, чтобы проиграли, потом гражданская была, всё это закрыло, это дело, да? Поэтому вот такие вот, ну, вот эти все отдельные эпизоды, да, в этом фильме, они, как бы сказать, вместе склеены, соединены с помощью некого сюжета, который происходит в наши дни, 1 августа 2014 года. В столетнюю годовщину некого вот персонажа, дедушки, которому внучка, или вернее, правнучка приехала. Вот. А он как раз ровесник Первой мировой войны, 1 августа 2014 года началась мировая война. Ну, вот с помощью этого, как бы, вот это вот пытаются склеить. Ну, получилось, не получилось, но главное, что фильм-то есть, замечательный фильм, только его никто не смотрит почему-то, да? А фильм был замечательный. И вот, нет, второй, второй сюжет был как раз, так сказать, сербскими кинематографистами сделан. Кстати, меня в советское время учили, что единственной, в общем, страной, которая в Первой мировой войне, вот, вела справедливую войну, была Сербия. Она за свою свободу и независимость воевала, а все остальные империалистические цели преследовали. Так меня учили. Вот. Но, на самом деле, первый сюжетик был совсем маленький, но сделан классно, такое классное высказывание. Это американские, естественно, кинематографисты, ничего не крути. Голливуд есть Голливуд, Америка есть Америка. Я, сначала даже не понимаю, что это маленькая вставочка. Идет какие-то вот документальные кадры современные. Барак Обама выступает там про то, что там происходит сейчас на Ближнем Востоке. Вот это вот Сирия, Ирак. Ну, вы сами знаете все, что происходит. И это для человека с университетским образованием сразу понятно, что вот это все, что сейчас происходит в наши дни, это все следствие того, что случилось в Первой мировой войне. Ну, в Первую мировую войну была разбита, разгромлена, распалась, была уничтожена, так сказать, Турецкая империя. И вот на руинах Турецкой империи сейчас все это дело происходит. Все вот эти стычки. Потому что, ну, границы провели кое-как. Ну, в общем, это целая история. И вот там такой персонаж. Там вроде как такая документальная съемка. Некий солдат в положенном бронежилете с автоматом что-то такое там делает. Идет. Тут человека несут на носилках, вертолеты. На этом фоне читаются стихи. Читаются стихи одного британского автора, который погиб, кстати говоря, на Первой мировой войне, незадолго до ее окончания. Который окончается словами, что после этого будете говорить дальше латинская фраза, смысл которой звучит такой, что сладка смерть за отчизну. Что после этого будете учить, что сладка смерть за отчизну. Вот такая вот фраза. Ну, вот это такой вот маленький сюжетик был. Немецкие и французские. Нет, французские отдельно расскажу. Британские, немецкие. Вот эти вот короткометражечки. Главным образом смысл такой. Какая плохая война. Как это нехорошо. Вот. Рождество 14-го года. Голодные немецкие солдаты. Голодный немецкий капитан по телефону с кем-то там связывается. Еда будет только через 4 дня. Одни сигареты остались. Ну, он, значит, обращается к французам. Давайте отметим вместе Рождество. У нас есть сигареты, а вы нас покормите. Ну, покормили их. На следующий день приказ. Воевать с французами надо продолжать. Да. Вот такая вот ужасная вещь. А... Да, был еще один интересный сюжет. Это, так сказать, британские очень хорошо актеры сыграли. Главную роль особенно хорошо сыграл актер. Не помню, к сожалению, кто. А это, значит, окопы, блиндажи. И вот один, значит, англичанин ходит, разговаривает с мертвыми. Мы понимаем, что они мертвы уже. Да, он с ним разговаривает о чем-то. Вот очень здорово сделан. Ну, в общем, да, надо посмотреть. Надо посмотреть. Французы очень оригинально сделали. Мультик. Мультик развеселый. Значит, кукольный мультик. Вот эти кукольные такие мультяшки. Собираются воевать. Все гладенько, светло. Такой настоящий мультик. Весело такой. Танк мультяшный такой кукольный. Ей катится, да. Пушки стреляют мячиками. Какие разноцветные кольца дыма идут из стволов. Замечательно все. А в конце очень все плохо. Война-то, на самом деле, с одной стороны, очень красива. Знаете, как вот... Помните, я вам про Полтавскую баталию стихотворения читал? Как дым поднимается навстречу солнечным лучам. Так это все красиво. Лик его... Он ужасен. Лик ужасен, но он прекрасен. Помните, вот это все. Ну вот, а тут, значит, показывают ужасный лик этой войны, в конце концов, в кукольном сюжете. Единственное, два исключения. Это были короткометражки турецкая и российская. В турецкой короткометражке персонаж... Да, там действительно происходит тоже очень интересный момент. Это Гали Поли, такой полуостров, скажем так, который прокрывает вход в Черноморские проливы. Вот там попытались британцы. То есть, на самом деле, были новозеландцы и австралийцы, высадили десант, вот чтобы... С целью дальнейшего захвата Черноморских проливов. Но ничего особенно не получилось. После этого у Черчилля аллергия на десанты появилась. Ему Эйзенхауэр, это американский генерал, в 1941 году предлагал высадиться в Европе, чтобы начать войну против Гитлера, чтобы он сразу на два фронта воевал, да, против русских, и тут, значит, британцев, американцев. Ну, Черчилль вот до 1944 года тянул. Ну, а что поделаешь, право в Британии и Марьяме, флот-то был британский, он всё это обеспечил. Вот. Ну, ладно, дело не об этом, а дело в том, как турки об этом рассказывают. Брат хочет отомстить за смерть брата, такой красивый, высокий, стройный турецкий актёр, такой суровый. Ну, всё кончается тем, что он взрывает гранатой себя и склад боеприпасов у этих австралийцев, да, ну, всё огромный взрыв, всё очень красиво. Опа, красиво погиб. А наш был материал, это называется «Дюймовочка». Это такая сценка из жизни батальона смерти. Батальон смерти так назывался батальон, женский батальон у нас был, помните, такое уникальное явление в Первой мировой войне. И вот два немца с корзиной идут брататься, вот несут, мы ваши братья. Говорят, да, вот тут колбаса, водка. А вот, кстати, ещё вот с красной головкой. Такая вот залитая с сургучом. Современные поколения такое не помнят, а мы-то ещё помним. Красную головку и белую головку. Белую головку, значит, с металлической такой крышечкой. Вот. Вот несут они, а их тут же разоблачают, как шпионы они на самом деле. Вон, брататься-то, брататься, шпионы пришли. Ну и одного-то убивают сразу штыком, а другого ведут в штаб. И вот напарница дюймовочки-то ногу подвернула, дальше идти не может, дюймовочка мелкая такая ведёт его в штаб. А он по дороге-то её и задушил, даже несмотря на то, что связанные руки были. Ну вот, рагическая сцена, мы отомстим врагу. Вот. Которая топчет нашу землю и душит нашу дюймовочку. Такая вот боевая сцена. Вот. Вот так вот. Вот я вам это рассказал про этот фильм. Очень интересно посмотреть такое кино. Я вам очень рекомендую. Так вот за один присест, сколько там, полтора часа, вы сразу просмотрите, узнаете несколько взглядов, штук семь, по-моему, там разных, кино-новелл, семь разных стран представленных. Вот на эту вот Первую мировую войну, на её отношение к ней сейчас. И вечером, наконец, а я почему без дочери ходил, дочь вела, так сказать, вебинары по интернету. А к вечеру она вебинары закончила, и мы пошли с ней смотреть кино про злобных птиц. Тоже очень интересный фильм. Ну, вы, наверное, сюжет-то знаете. Финская компания, которая придумала эту компьютерную игру про злобных птиц, она заказала вот этот вот фильм. Фильм очень интересный, поучительный, даже политическое высказывание. Смысл там такой. На остров, где живут птицы, приезжают свиньи на корабле, приплывают свиньи. И вот, значит, такой вот некий такой, такой вот злобный персонаж, он их вообще не воспринимает, они плохие, он против них постоянно настроен, пытается других настроить. А остальные, да что ты, да нормальные они, ребята, свиньи, как с ними нам весело, да? Ну, а свиньи на самом деле тут решили все яйца у птиц забрать и к себе туда вот везти на свой свинячий остров и там съесть, да? Ну, вот, как мы не слушали тебя, злобного вот этого, красной такой вот, злой вот был такой птица, злой птица, да, был такой. Ну, в конце концов, птицы приплыли на остров этих, как их называют, свиней, и камня на камне там не оставили, всё сожгли, всех перебили, отомстили, яйца вернули, все до одного, всё кончилось в этом плане хорошо. Вот это политическое высказывание, считай, да, вот такой фильм интересный. Ну, вот, я вам рассказал, как я провёл вчерашний свой выходной, да, а сегодня вот за работу камеру поставил и рассказываю. Вот такие вот дела, ангелы мои необыкновенные. Всего доброго вам, всех благ, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok